Всем привет, с вами я Леонид, и как вы можете заметить, мы играем Рон Тотал Вайн, а за францию Германии мы начинаем не с того момента, где я закончил прошлое видео, а я когда провел подкрепление Сигести, у меня должны быть тут вот вообще... Я походу вообще не там сохранился, не то загрузил, да, я не то загрузил, я слишком далеко загрузил, потому что этот город уже был захватчик, или... а нет, я его уже начинал захватывать в роде, или уже захватил, я не помню точно. Ну, ну чё, Саш, что здесь тогда начнем. У меня просто как получается, что я когда закончил прошлое видео, ну, для вас это прошлое, для меня это позже прошлое видео, то я на Мансу пошел захватывать, и я этот город никак не мог захватить. Я Юлиев уничтожил, тем более, и, ну, мне уже легко остановился, и мало с кем можно теперь сражаться. Поэтому я сейчас как раз-таки как можно ближе ищу охотку, где у меня будет мало времени потребуется на то, чтобы восстановить, и как можно быстрее. Это я мог сделать за это видео. Просто я, походу, скиранил на то, что я... Ну, прошу скиранить скиранил на то, что было, и это соло. Так, поэтому все просто офигенные, на самом деле, времена тут, просто один и тот же время. Так, давайте... И выиграл кто-то пишет, давайте сюда тоже. Ну и все, ждем, когда мне таран подойдет и начнет уничтожать ворота. Так, давайте сюда, отходите, любите судьбу. Ну и все, ждем. Таран уже у ворот, наши воины атакуют. Настало время для великих подвигов. Ваши воины пробили ворота, путь открыт. Пусть ваши люди убьют всех трусов, спрятавшихся внутри. Так как город я уже могу убрать, потому что я уже ворота уничтожил. Я уже вожусь, теперь сюда воинов. И все, вражеский капитан умер. Мы ловим осадков, вражеский конь, которые убегают сейчас. Я их всех убиваю. Да и просто я захожу в город спокойно, на самом деле. Мне уже тут никто не будет мешать. Скирских наемников сюда сразу отправляю на пушечное мясо, на самом деле. Так же, как и кавалеры варвары. Потому что мне их не жалко. Мне их, честно, не жалко. Почему мне их не жалко? Потому что... Скирские наемники, это кто? Это наемники. А мне зачем наемники? Они мне не нужны, поэтому я отправляю. Кавалерия варвара. Это, ну, обычный кавалер. Да, она тоже спокойно. Но, блин, мне она тоже особо не нужна. Вот, как видите, в городе их было куда тяжелее убить, чем... Потому что нам не защититься, мол, могут в городе что сделать. Они больше для полей. И не только полей, для открытых местностей. Но, в городах они не совсем хорошие. Поселение захвачено. Так, низкие налоги, переключения делаю сразу. Стены, дорогу, рынок и... Плац. Здесь я понимаю, что не могу сделать... Сажу башню, поэтому я беру вот эти вот отряды. Отправляю на скифов. Я их буду сейчас уничтожать. И буду готовиться захватывать новую землю у скифов. И буду уже... Вот, как раз. Я вот здесь вот почти закончил. Ну, я на один ход-то, на самом деле, неправильно сходил. Так, жду один ход, когда ко мне подведут. Я, к сожалению, их вывеси не могу. Я их только спрятать могу. Но, карфаген я захватываю. Я, к сожалению, не могу, чем на один ход. Не понял, сходил. Ну, напоздал. Ну, напоздал. По-быстрому сделал тут переобучение. Я делал ремонт срезаний, кроме того, и таверны. Таверны ломаешь срану. И я тут ставлю 4, опять, довольна скиферами заниматься. Так, лукдунин. Я крестьян нанимаю. Знаете, у меня такая интересная вещь появилась в голове, что... Ну, я знаю, это возможно. А вот сколько вообще нужно будет скиферами иметь на то, чтобы захватить один город? Меня вот это реально интересует, что сколько людей мне нужно потратить скиферами именно на то, чтобы взять и захватить вот этот вот город? Потому что всех, которые ближе ко мне, он хуже всего прокачивает. Я, конечно, могу посмотреть вот этот город, как он прокачан. Но, на самом деле, как не очень охота. Хотя, ладно, я схожу туда, проверю, как он прокачан. И, возможно, мы туда и пойдем. С крестьянами. Тем более, нужно фраки уничтожать. Вот аромены точно я буду очень долго захватывать с крестьянами. Мне их очень много нужно будет сразу. Там сколько-то тысяч будет с этих крестьян. Капаю. На то, чтобы взять вот эту вот армию и просто уничтожить. Я замучаюсь на самом деле. Медиалами у меня тут все хорошо. Каральис тоже хорошо тут все. Я готовлю здесь морскую пехоту, десант свой. Как раз я для Саракузы. Я сюда выстрелю. Буду захватывать саракузские осера. Нет, не осера, а саракузские осера. Вот тут два и тут один город находится. Так, у меня три отборных, два воин с сикирами. Значит, кавалерия. Воин с сикирами и еще одна кавалерия. Вот так. К ним приходит, я делаю автобой и отвожу. Ходи кончи. Как все-таки догнаю. Автобой я понимаю, что все-таки я приезжаю, потому что ну блин. Враги все-таки силен, там войскатор. Очень сильный, я так скажу. Нет, я тебя не возьму. Не выдумайте никому, замуж. Ты слишком старый. Дай мне атакую союзник, потому что мне он как-то уже не нужен. Потому что я не слабая фракция. И мне не нужен никто на то, чтобы мне помогал в войне. Потому что фраки, фраки, вот, фракийцы, они не воюют, если я не ошибаюсь. Да, они не воюют, а нет, все-таки воюют с бутерами. Ну, по дипломатии, они воюют. Но на самом деле, они, скажем, сегодня даже фраки с пионом не воюют. То есть фраки с бутами и с опионами. Со скифами вполне могут. С бутами и с опионами в рейдере. В сидисе я сейчас переручение делаю. И готовлюсь к приезду, еще будет прокачка. Да, до 6 тысяч, потом да. А, нет, 6 тысяч это уже последняя прокачка. Тут уже, на самом деле, немало кистен находится. Пять отправят сюда. Отсюда. Самый плохих, ага. Самый плохих, это только вот такие вот. Отравят, получается. И кого еще отправить, наверное, благородного кавалера. Третьего, тут второго. Дальше вот так. Что ж я вот так вот делаю? И вроде бы там лучники хуже здесь. Третьего и... Тут они тоже, что ли, а нет. Тут все-таки лучше они. Ну, все, наверное. Давай я пробую еще раз. Ну, хотя ладно, тарнет. Это же саботаж делать. Играрские казармы и спорте им. Тарем. Ты покраснела, почему? Меня вот это очень сильно интересует. На меня, ладно, мне на самом деле все равно, но почему он покраснел? Довольно давно красный, потому что. Еще одно благородное кавалера и войны с секирами. И я тут теперь делаю гроб копейщиков. Гранизон. Я надеюсь, что только тарнет тут хватит в керарисе. На то, чтобы удерживать, ну, удерживать точно хватит. А, ну, чтобы бунты тут не происходили, я надеюсь, этого хватит. Ну, если еще будут тартиан заниматься и распускать, где ему. Либо пускать их на пушечное мясо. Ну, это успех у него. Новый Крафоген, у тебя уже гранизон появляется на самом деле, это хорошо. Я вот, когда я пройду, вывожу, пройду сюда. Я тут попробую захватить... Ну, попробую, по крайней мере, пойти к новому Крафогену. Успанцев ждет, ставит смерть. Как сказать, тут кто? Ну, в принципе, автобой мы уже сам поставить. Смотреть, как автобой даст. И потом уже смотреть, как сам я сыграю. Ну, автобой неплохо мне, да? Так что я не буду даже переигрывать ника. Армин в осаде, я не удивлен. Потапи тоже в осаде. Мы в осаде! Харакер. Я же в Хараке начнет со мной диплом... Про дипломов. Да, в дипломове висей. То мне нужно будет у них потребовать информацию о карте. Что нужно будет потребовать у них информацию о карте? Потому что я хочу узнать, что сколько у них, во-первых, городов. А во-вторых, что... Где они точно находятся? Ну, я знаю, где вы грязи и города находятся, но... Какие у них именно города и где они расположены, я вот это вот могу только догадываться. И точно я сдать ей я этого не могу. Так. Новый карфаген красный, это плохо. Сюда отправляем войска, вас я отправляю туда. Но они очень мало будут идти, это на самом деле хорошо. Скорее всего, из-за баллистов они как раз и мало идут. Вот эти два-три кавалерия отправят к ним. Потому что больше не стоит, может дать им. Прикажи. Да и тут тоже никто. Ну и сошки я, в принципе... Вот хочу вот это, отверстие, отправлю. Марш. Отся, от кого нет. И вот я. Идите. Невозможно. Вам нужно сюда будет. Вы соединитесь. Вот. Аквинкум. Немаленький гранизон, но там стены не очень хорошие. Вот два-тряди теперь тут. Он куда-то отвел свои войска. Интересно, куда я иду. Иду убивать на самом деле этого генерала. У него же все равно. Мне на фракию просто все равно. Потому что осталось в пять фракций. Дева растет. Это тот оплод. Воеводы, если не шубать. А чертоги велика у князя. Вот он оплод. Итоги хорошие. Спирт диверсии. Бертика. Я беру тут коробу в осаду. Осаду башни и лестницы. Коробу висаду в такой гранизон. Потому что идут два осада. Потом там пришло еще. Которая рядом была армия. В атаку. Ну, Манусу беру в осаду и жду, когда у меня подойдут вот эти вот войска. Возможно, вот эти вот войска не атакуют. И я не люблю, если все так будет. Потому что они на самом деле близко мне находятся. Так. Ремен. Я у тебя делал вылазку. Потом я портале делал вылазку. И я вспомню, как тут враг несет потери на самом деле. Ну, я тут еще готические кавалерии буду сражаться. Убивать тоже немало воинов. Так что, бруты, готовьтесь, разнеси большие потери. Хотя я всегда убиваю много у всех воинов. Ну, так как я вам говорил, что я до этого записывал. И я довольно далеко ушел. То я знаю, на самом деле, куда они сейчас побегут. И я ставлю туда как родские воины своих. Своих лучников. Они будут уже больше убивать. Потому что им не надо будет бежать туда. Ну, и пока у меня воины идут, уссадники мои. То у меня лучники тут ведут стрельбу. И по кому точно они идут. По велитам покажут. И по кавалерии. По вражескому капитану. Ну, неплохо. Это вот видео выйдет 19-го, если ошибаюсь. Да. И я довольно скоро начну еще одно видео записывать. Оно выйдет завтра. Это будет 20-е уже. Так, все. Кавалерия Неготическая вышла отсюда. И она идет на Болисом. Нужно уничтожить Болисом эти отряды. Потому что они мне будут мешать. И не всегда осадные орудия вражеские мешают. Кстати, я заметил то, что спионы, они на море какие-то бесполезные. Они флот не имеют почти, армию они особо тоже не имеют. Потому что они Италию свою капу не пытались отбить. Да, у них там были какие-то попытки отбить ее. Не дать ей возможность мне ее захватить. Но они какие-то были бесполезные. И я в них даже смысла не видел, что они пытались прям так сильно защитить ее. Они просто делали вид то, что им КП нужна. И все. Больше ничего. И тут я уже добиваю осадский Болис. Последний год на осадский. И я уже начинаю на Винитов идти их убивать. И мои лучники около половины боеприпасов, если не больше, их расходовали. Я убил 24% вражеской армии лучниками. И немного там был Болис. Но теперь у меня от готической кавалерой еще больше убийств. Кто это? Римские лучники. На них бегом. Мне их нужно убить. Они тоже особо не стараются меня победить. Потому что кого они используют? Вилитов. Да, Вилит, конечно, это неплохие войска. Римских лучников, хотя есть помогательные лучники. Много Вилитов. Много Казантов используют. Мало покаченных воинов он использует. Он больше всего использует Сарик Войн. Может, он использует Сарик Войн против меня. А вот как раз хорошие, молодые. Но по возрасту молодые отряды. Он как раз держит где-то там вдали. Прокачивает их. Возможно. Поэтому я их тут в Италии почти их не вижу. Хороших воинов. Там, Татрианск, Легионер. Ладно, я еще молчу про ТТС. Почему их в Бротов почти нету? Ну вот, Легионеры. Я их почти не вижу. Никогда. У Бротов я еще ничего не говорю про Сыпионов. Потому что Сыпионы, они на самом деле со мной как бы воюют и как бы нет. Потому что по дипломатии у нас война, а так я с ними вообще не встречаюсь. Не пересекаюсь нигде. Да, я должен так-то пересекаться, но у меня такого не происходит на самом деле. И это очень хорошо, так как я не просекаюсь с ними. Потому что было, ну, на самом деле, немало проблем. Вполне возможно. И отряды боевых псов убегают. Я убиваю их. И тут вражеский кавалер вспомогательная кавалерия начинает со мной сражаться. Я их убиваю. Псов убиваю. И я потом сразу начну убегать, чтобы я больше в садниках своих не потерял. Вражеский военачальник бежит, как испуганная коза. Хватайте его. Я отвожу своих в садников. Во-первых, им нужно перейдохнуть. А во-вторых, они должны будут сейчас добить боевых псов, которые за ними гонят. Поэтому я и отвел их. Потому что боевые псы, которые за ними гонят, они мешают неслабо. Тут четыре пса, которые нужно убить. И враг уже подводит свои войска на то, чтобы взять их и потерять. Правильный выбор делает компьютер. Нужно потерять как можно больше воли своих, на то, чтобы потом с носом остаться. Я на гастат сейчас делаю чардж. Я их потом убиваю. И после гастатов на спомогатель, на велитов. Я велитов потом буду убивать еще. Вот 17. Ну и все меньше и меньше гастат встает. На велитов теперь. У меня и велиты умирают на самом деле. Довольно быстро. Они уже сами убегают. И после велитов кто-то будет еще из велитов. Потому что у врага велитов много, а у каких-то других воинов мало. Ну, с этим отрядом почти покончено. И можно, в принципе, приступать к другому отряду. Новых искать. Подчисленники. Ну, в принципе, я это начну делать, потому что нужно и прыгать против бегцев. А то другие тоже не бегут. Их нужно дать им понять, что со мной я израиль не связаюсь, что нужно было убегать, а не оставаться на поле боя. И кто-нибудь найдет лунный, кто решит убегать. Ага, у меня к валерой обессыден, поэтому я лучше отведу ее. Дам ей возможность передохнуть. И после того, как я им дам возможность передохнуть, я опять начну сражаться. Пока немного стоим здесь. Передышку делаю. И врага начинает действовать. Я отправляю своих в садик на венитов, венит в бивах, и тут вражеское отварение. Ну, в принципе, этого ожидать надо было. Ну и все. Вот столько осталось врагов. Кто там отряд убегает. Ну, давайте, гостарты, бегите, бегите. Я посмотрю, как готовы убежить, сколько вас останется. Ой, всех убил. Мои лучники очень хорошие, они убили всех. Мы высушим, и будем сражать за счет, как я убил, то в этой биве ни кому не удалось победить. Насколько у меня к нему было. Эх, так воинов не хватило на то, чтобы уничтожить свое количество болен. Спотами у меня еще веселее будет. Почему? Потому что в Потапе умер 6 отряд в случае. Атаку! Поэтому тут еще веселее будет. Прошел, увидел, победил, Галю и Ульцедар. Так, выставляю всех лучников сюда вот. И готовлюсь сразу к масштабному убийству вражеских войн. Почти к истреблению полной армии этой вражеских войн. Давайте, беги сюда. Ой, какая жалость. Они попали под обстрел. Ой, как обильно-то. Мне вас жалко, это бруты. Те, кто попали под обстрел. Ай-яй-яй-яй-яй. Не каждого вас очень жалко за то, что у вас такие тупые единицы. Ну и все, в принципе. Я сколько убил? Пайк! Воспуете, значит, еще плюс. Ммм, как, на самом деле, не благородит. Вот, давайте лучники вы на сайте их. Вот этот ряд. Только вот какая проблема возникает. Я делаю вот так. Вы не уходите. Я еще делаю вылазку. К вашему сожалению, у вас не получилось сбежать. Да, это, конечно, для меня тоже нехорошо. Я так больше войнов-то, но ладно. Я все потерплю. Да, я такой союзник, а мне на союзник, на самом деле, все равно. И вот его армин, который слайд на нас. Битва за агнумацию. Ну и все, начинаем битву. Я вот одного не помню. Я вроде бы изменил разрешение на выход, разрешение экрана. Но я точно не помню. Вроде бы изменил. Сейчас узнаем точно. Давай быстро изгружаюсь. Конец. Нет, я не изменил. Эх, ладно. Я бы надеюсь на то, что все-таки у меня будет все нормально. Но я не знаю точно. Дать моего приказа. Дать моего приказа. Ну, мы что на самом деле делаем? Берем, подводим свои войска. Лучники. Давайте сюда садим, бегом. Почему садим, бегом? Правильно? Потому что вы начнете сейчас с ряду по стрельщикам. А, там, за стрельщиками. Еще за стрельщики подойдут. Потом еще кто-нибудь. И так далее. Поэтому я так и делал. На вот эту вот атаку. Так, жду сейчас, когда Ватна начнет еще войска своей вводить. Все отвожу кавалерию. Я потому что не хочу ни капитана потерять, ни кого-то еще. Поэтому я их и вывожу. Крестьяне, в принципе, могу отправиться в бой. Кто у нас тут? Иберская пехота. Тормозитель. Давай сюда, бегом. Так, на голый кельт. Давайте быстрее. Голый кельт и даже скоро будут побежать. Потому что я не слабый их татковал. Но они немало должны были войны сейчас потерять. Ну, сейчас почти битва за таран идет. Ну все, голый кельт и дрогнули. Я теперь атакую беру ступикот, который на отряд мы крестьян напали. Которые держали таран. И мне скоро нужно вводить своего кельтаря. Все, я его вывожу. Потому что тут подошли скутарьи. Скутарьи там с руки, как раз с кем, ближний бой. Это засылщики, но, к большому сожалению, специалисты еще и ближний бой. Так, как мы сейчас вступаем. Так как у нас уже кавалерия вражеская обходит. Ну как обходит, она подходит. То я разворачиваю сейчас свои войска. Давайте бросить тарант. Таркуйте скутарьи. Вы помогите скутарьи убить. И там, возможно, пойдем сейчас ломать ворота. Ну, по возможности посмотрим. Кто у нас тут? Иберских пехотов. 63 воин. Но они пока меня не отковали. Я мог еще убивать таран. Но так как они уже отковали моих берских пехотов. Они начали отковать мейкойнов. Но, к сожалению, я и не могу дальше начать убивать. Так, назад. Вот Чарджи пошел по моим крестьянам. Я потерял таран. Я вот теперь пытаюсь вернуть и начать дальше. Потом идти к вражеским воротам. На заследщиков у них плохая как разская защита будет. Там кавалеры с другими считами. Теперь на кавалеров с другими считами я их убиваю. И после них я начну отступать. Потому что враг меня походу выиграет в числе с кавалерии. Да, у меня уже убитывают тут. Мне нужно отводить своих садиков. Да, тем более они более страши, чем врага садики. Поэтому. Вас я разворачиваю так. Потому что враг на самом деле близко. И мне нужно удерживать все это в позиции. Так. Кавалеры с длинными считами. Они уже... ...пошли в бой. Ну, для них на самом деле это фермы на копейшку. Они их выиграли. Но для меня это плохо. Так. Кавалеры... Ах. Ваш полководец лежит в могиле. Лучше было бы отправить к предкам врагов. Вот на кавалеров с клубовыми считами нападать. Так. Остановитесь. Копи оставьте. Фаланды возвращаются. Идите на следующую бой. Так. Вы саляйте. Саляйте по заставящим темам. Вот тут у меня как раз копейшечки. Фаланда выдержала. Я... ...перестраиваю войска тут. Так. Потому что врага тут нет. Генерал идет. Плохо у меня нету... ...керстьян. Они там убегают. Сейчас мне керстьяне нужны были. Они... ...могли остановить... ...чаршу... ...нашеского генерала. Я, конечно, могу лучше... ...пожертвовать на это. Но как... ...на самом деле не очень охотить. Ну ладно. Придется он лучше пожертвовать на то, чтобы... ...мир кавалерия... ...не могла... ...на самом деле хорошо... ...ну... ...много моих войнах убить. Я вот так вот выставлю... ...больше боком... ...к генералу. Я вас вот так вот выставлю... ...так... ...так... ...обычная скорость... ...и... ...вас я как раз кер... ...и... ...отправлю на них. Давайте... ...я верю в вас... ...вы сможете... ...копейщики убить... ...вражеского генерала. ...так... ...вы давайте... ...так вот разворачивайтесь... ...помогайте... ...помогайте... ...помогайте убивать вражеского генерала. Чем быстрее я убью вражеский генерал... ...тем лучше. Тема... ...на дезморале я... ...на что выигрывать. Хотя... ...вражь меня выигрывает сам на дезморале. Ну все. ...понятно... ...прожелим. ...да... ...ладно... ...мне не получилось до прихода к Валерии... ...вторую подвесину... ...я там тоже ошибку допустил... ...я понял, что у меня была ошибка... ...я сейчас... ...и справа... ...нужно было все-таки сразу... ...ну крестьян не одних отправлять, а... ...копейщики чуть впереди идут... ...за ними таран... ...и лучники... ...эээ... ...они будут... ...они сразу подбегут... ...на нужную им дистанцию... ...начнут вести огонь... ...и в это время... ...мне будут... ...эээ... ...копейщики с крестьянами идти... ...и не дадут врагу... ...ээээ... ...уже... ...действовать особо... ...чуть... ...лучники... ...сразу сюда... ...копейщики... ...эээ... ...эээ... ...бегите сюда... ...вы сюда... ...копейщики... ...давайте бегом... ...вы сейчас будете... ...догонять таран... ...чуть обгоните его... ...и потом вы пойдете пешком... ...все... ...лучники на позиции... ...находятся... ...у меня... ...копейщики... ...уже почти догнали таран... ...вы очень близко... ...за один раз обгоняет его... ...и вот тут вот... ...я уже... ...начинаю ссориться в фалангой... ...и я их подвожу к воротам ближе... ...так... ...ммм... ...кавалерия... ...благородная кавалерия... ...давайте сюда... ...на в левый фланг... ...и я все... ...жду... ...настоящие несут потери... ...это хорошо... ...давайте еще чуть-чуть победитесь... ...еще встретите здесь сам с торговым... ...вот дать сюда... ...все, в фалангах... ...сочек... ...так... ...к воротам я уже подхожу... ...я довольно близко уже к воротам подошел... ...давайте вы внутрь... ...и вы тоже внутрь... ...почему я сейчас вот так вот делаю... ...потому что... ...мне начнут копейщики заходить... ...тем самым... ...эээ... ...они начинают... ...убивать... ...бальских воинов тоже... ...вот так вот я... ...постараюсь... ...поставить... ...вот так вот... ...вот так вот... ...вот так вот... ...будут... ...и убийцы... ...вот так вот... ...вот так вот... ...вот так вот... ...вот так вот... ...ээ... ...делаю чардж на... ...кавалерия вкруглыми... ...считами... ...вот так вот... ...ээ... ...я останавливаю их... ...и я им не дам... ...посредственности... ...пойти дальше... ...тем самым... ...ээ... ...у врага... ...просиле... ...такой силы... ...что было... ...ээ... ...самом начале... ...он не может... ...сейчас... ...ээ... ...ми опаси отцома... ...тем самым... ...и я поймусь... ...так... ...просяли назад... ...ээ... ...сюда давайте... ...вы... ...сюда... ...таран к воротам...